Друзья, по традиции, с кайфом, лайкаю первые 100 комментариев. Друзья, новый сезон Silver Stars карточек стартует прямо сейчас. И, собственно, вот она первая карточка Сулеймана. Великолепные статы, отличная скорость, дриблинг, удары. Если накинуть определенный стиль сыгранности, то вообще карточка выглядит очень сосочно. Я давно хотел затестить серебряные карточки в этой части FIFA. Не было повода, и вот повод сам себе появился. Сегодня будем выбивать этого парня. Ну, я надеюсь, конечно, что мы выбьем. Ну, и для этого дела я собрал себе интересный составчик, который сегодня я вам продемонстрирую. На воротах, марафона, на позиции правого защитника. Посмотрите, какая красивая карточка. Тьери Корея, который идеально линкуется вместе с Эрнани, который будет играть на правом полу защитники. Пять звезд на финтах, завершение такое себе, но в целом от Silver карточки многого и не ждешь. Вы только гляньте на этого центрального защитника. И это серебряная карточка, метр девяносто, восемьдесят три скорость, неплохие статы, защиты и дефа. И опять же, со стилем сыгранности эту карточку можно перепутать с золотой. Слева стоит чуть-чуть похуже, именно по пейсу, но не по статкам. Также хорошая защита, хорошая физуха, метр восемьдесят два. Даже подкаты делать умеет слева Георгий Щеников. Стоит здесь чисто для линка другого интересного парня, Эжуки. Четыре на финтах, три на слабой. Статки, опять же, прикольные. Два центральных полузащитника, обладатель легендарной фамилии легендарного бразильца, но он является португальцем Кафу. И, собственно, Моррисон. Это будет у нас два центральных полузащитника. Моррисон тоже, в принципе, неплохо смотрится. Четыре на четыре. Ну и два атакующих футболиста, ребята. Четыре на четыре. Также Лау. Или Лава, не знаю, как правильно считается ее фамилия, но знаю одно. Статы у него просто бомба. Также имеет четыре таланта, ребята. Четыре таланта. Имеет серебряная карточка. Вы знаете, почему на этом я делаю акцент? Потому что тот же Пеле, 95-го рейтинга, имеет всего лишь три таланта. Как вам такое? Ну и MVP нашего состава. Это информ-карточка, которая была в первой команде недели. Блэйр Турго. Конечно, все очень грустно по финтам и слабой ноге. Но завершение имеет хорошее. Ну и, в общем-то, вот таким вот образом выглядит мой составчик. Шесть лиг, четыре нации. Все по красоте. В общем-то, давайте сейчас найдем нашего первого соперника. Если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin ждет вас. Ссылка также будет в описании. Так, опа. Соперник играет чисто фулл бразильцами. Бля, ну что так долго можно делать? Объясните мне, пожалуйста. Взял 30-секундную паузу в самом начале матча. Ну и давайте посмотрим, как соперник будет держать еще 40 секунд паузы. Блядь, ну ты прикалываешься? Третью паузу взял и просто вышел. Ну подарил бы мне хотя бы, блядь, победу. Бля, какие конченые люди играют в эту игру. Ладно, давайте смотреть, что тут дальше у нас. Гибридец. Так, забросик. Забросик. А что здесь делать? Надо простреливать. Других вариантов я не вижу вообще. 1-0. Лауэ. Лауэ, забивай. Ты ливнешь сразу, серьезно? Ну, спасибо на это. Так, что дальше? Блядь, пацаны-то собирают гибриды реально, посмотрите. Здесь можно навесик сделать. Вижу, хорошо, открывается Лауэ. Блядь, Лауэ просто какой-то лютый тип. Ты опять сразу же ливнешь, серьезно? Да что ж с соперниками такое? Окей, смотрим дальше. Так, чекайте, ребята. Вот так вот делаем. Хорошо. Вот так вот делаем. Подходите по одному, ребята. Подходите по одному. Раздаю бесплатные пиздюля финтами. На! Ой, блядь, что залетело? Боже, ребята, как я люблю эту игру. Бля, Лауэ какой-то лютый тип. И снова рейчкует. Так, летим дальше. Ребята, давайте поиграем. Я вас прошу, не ливайте. Ну прикольно же покатать серебряными карточками, пощупать их. О, мои игроки опять друг друга пиздят. Видимо, это какая-то особенность серебряных карточек пиздить друг друга. Нихуя, чувак. Блядь, и мой голкипер пускает какое-то говно. Ну вы че, алло, ребята. Киперы. Так, хорошо летит. О, блядь. Это просто цирк какой-то, ребята. Он какую-то залупу забил. У меня какая-то... Блядь, не. Серебряные карточки это интересно. Эдгар. Хорош. Не, кайфовый режим. Базару ноль. Типа, ну, в этом есть что-то. Не-не-не. Да нет. Да нет. Хорош, марафона. Нихуя себе, блядь. Серебряный анри. Чекайте. 73 удара. Бьет не хуже, чем его карточка легенды, я чувствую. Тургат. Тургат. Хорошо. Тургат. Выходит 1-1 и забивает. Тургат. 2-2. Мы в игре. Кик-офф, я так скажем, залетел. Да ебать, да что это? Кик-офф на кик-офф, блядь. Давай, 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 давай. Ну беги. Ну он как будто искусственно остановился, блядь. Ну реально вот иногда есть такие моменты в скриптах, когда ты чувствуешь, что игрок искусственно замедляется. Потому что игра решила, что твой соперник должен быть первым на меща. Ну я же не сумасшедший. А зато он опять напишет, что у меня шиза или еще какая-то хуйня. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Ебать, разать. Так, ладно, похуй, победа нам не очень была нужна. Нам нужно забить 3 гола и отдать 1 ассист. Мы должны это сделать, ребята. Сделаем же, да? Теперь, кстати, ребята, если вы не знали, отображается статистика игроков, за которых вы играли. То есть в конце сезона вы увидите, кто у вас был самым крутым сильверстаром в команде. Так, что тут у нас? Опа. Ха, прикол. Не, ну это прикол, я считаю, ребята. А приколы надо забивать 1-0. Пока. Летим дальше, друзья. Так, вижу, как Щеников забегает. Ребята, это гениальный забег гениального футболиста. И гениальный ассист. Мог бы быть гениальный удар. Хорошо. Не, ну что сделать Щеников, это прям вообще респект. Так, последний соперник. Я надеюсь, мне осталось 1 гол забить. Все, ребята. Пора. Пора завершать. Пора завершать. Просто я простреливаю и вот так вот. Так, хорошее забегание. И в дальний. Хорош. Эжуки. Эжуки. Герой сегодняшнего выпуска. Так, к счастью, соперник ливнул. А то мне валить уже пора. 22-40. Вау. До 11. Кое-куда успеть. Ей, ребята. Первая серебряная информ-карточка в моем клубе. Так, ну и кому интересна вообще идея подобных видеороликов с фаст-обзором карточек, которые выходят в заданиях. Дайте мне об этом знать. Если наберем много положительных комментариев, то, собственно, буду продолжать это дело. Что по карточке? Бежит классно, бьет отлично. Лонгшоты просто бомба. Как вы знаете, я любитель лонгшотов. И, в принципе, это FIFA для них предназначено. Несколько раз, конечно, по перекладинам стучал. Но, в целом, видно, что у парня удар вполне себе окей. По стилю сыгранности я ему навесил финишор. И, в принципе, все круто завершал. Хоть и номинально эта карточка выглядит серебряной, но со стилем сыгранности ее вполне себе можно перепутать с золотой. Поэтому по фану поиграть почему бы нет. Я лично кайфую, опять же, с серебряных карт. И если вы поддержите данный видеоролик, я и дальше буду продолжать делать подобные видеоролики. Опять же, карточка годная. Не поленитесь, выбейте. С вами был я, Пандос Фэксач. Спасибо всем за просмотр. И всем хорошего настроения. Чао, какао. Продолжение следует...